добрый вечер у нас новая рубрика здесь я буду выкладывать определенные видео и комментировать их в данном случае хочется сегодня проанализировать видео любови соболь который является юристом бывшего фонда по борьбе с коррупцией который возглавлял алексей навальный ну собственно она является его основа то есть основной соратницы одной из основных соратниц также как и кира ярмыш которую тоже вы можете увидеть на видео в блоге алексея навального моя задача следующая показать если манипулятивные тактики или стратегии которые используют любовь соболь при общении не только с кира ярмыш но и со всеми подписчиками аудитории блога навального собственно беседа моя будет носить такой профилактический характер для того чтобы мы понимали где существует манипуляция где ее не существует какие речевые стратегии человек использует для того чтобы как-то вот вести нас в курс дела и прочее прочее поэтому чтобы слишком долго не говорить я включаю это видео и на каких-то моментах я буду внимание свое акцентировать я сразу говорю о том что возможно видео будет подвисать не только это с любовью соболь но и моё поэтому большая просьба с пониманием ко всему этому отнестись начну уголовное дело да я немного хочу тоже добавить потому что я к юристы я очень для тех кто не юрист поясняю там на пальцах чтобы возбудить уголовное дело не нужно там иметь весь состав преступления не нужно иметь там слуга там сразу понимать кто заказчик то исполнитель да что конкретно произошло и так Esto легче народа не стоит логично что после возбуждения уголовного дела назначаются слухари какие-то медицинские экспертизы обращаться очевидцы там вызываются свидетеля на допрос там проводятся хедо очные ставки если это нужно так далее это все происходит после возбуждения уголовного дела поводом для возбуждения уголовного дела можно стать все что угодно в том числе показания че офисодат если много там тоже кири я Может быть, какие-то медицинские данные. Это может быть даже сообщение СМИ. То есть, условно говоря, СМИ пишут, что кого-то отравили, и даже это уже может стать поводом к возбуждению уголовного дела. Возбудите. Ну что ж, уже такая напряженная минута. Хочу сказать следующее. Во-первых, когда человек говорит, вот я юриста, для тех, кто не юрист, я поясняю на пальцах. Это уже говорит о том, что человек не изводит своего собеседника на уровень ниже. Вот я юрист, который обладает какой-то истиной в последней инстанции, а ты будь добр, послушай. Второе. Поводом для заведения уголовного дела с точки зрения Любови Соболь является все, что угодно. Это манипулятивная стратегия, потому что получается, что все, абсолютно все, любое осуждение можно считать такой предпосылкой для возбуждения уголовного дела. А Любовь Соболь, как юрист, выступает в том числе, как выступает против полицейского государства, которое с ее точки зрения установилось в России. Не будем вдаваться в подробности, но я могу сказать о том, что если человек говорит о том, что поводом для возбуждения может быть все, что угодно уголовного дела, в том числе публикация в средствах массовой информации, извините, это тоже полицейское государство, которое пытается установить, по крайней мере, на своих словах, то есть на словах Любовь Соболь. О чем это говорит? Что, собственно, человек не находится в безопасности. Все, что он скажет, и даже если он ляпнет что-то такое языком, то это приведет к тому, что, собственно, вдруг кто-то увидит, услышит и сразу же начнут вызывать полицию, возбуждать какое-то уголовное дело. Дело это на самом деле страшно. Больше того, если СМИ что-то напишет, а они пишут абсолютно, абсолютную какую-то чушь порой, и то есть на каждую чушь нужно заводить уголовное дело, но давайте вначале проверим просто информацию. Что касается дела Навального, извините, в течение недели вообще ничего не было известно. И то, что говорят по поводу отравления Алексея Навального, ну простите, это уже малодоказуемые факты. Почему? Потому что Омская больница, в том числе, провела ведь экспертизу, и даже независимая экспертиза показала, что в крови Алексея Навального не нашлось таких психотропных веществ, которые были заявлены. Ведь очень много было сделано и сказано того, за что люди не понесут ответственность. То есть получается, что средства массовой информации могут всякую чушь сказать, и тогда по этой указке вообще нужно возбуждать уголовное дело. Давайте хотя бы просто проверим информацию, но это так, на будущее. Стыдно же. Это, условно говоря, садится следователь за ноутбук и пишет, я возбуждаю уголовное дело. Все, это одна страничка текста. Это не 7,5 балбу, это не нужно делать огромное расследование, чтобы возбудить. Но даже сейчас они, по нашим данным, по публичным данным, не возбудили уголовное дело. И начали об этом вообще только говорить, когда... По поводу публичных данных. Вы знаете, такая история. Когда человек говорит о публичных данных, то не следует понимать, что это данные достоверные, объективные, и они выносятся на суд публики. Или каких-то институтов, которые принимают решения. Здесь ведь на самом деле все гораздо сложнее. И здесь ситуация связана с тем, что... Это просто данные, которые выплескиваются для публики, типа, что хотите, то и делайте, и неизвестно, что будет. То есть, публичные данные, это тоже такая эфемерная категория, поэтому не надо слишком большое влияние отдавать этой категории публичных данных. Извините, многие эксперты тоже говорили о каких-то публичных данных, которыми они оперировали и так далее. На самом деле, ничего это не подтвердилось. Не каждые публичные данные могут подтвердиться. Да, там я, когда Кира, когда все начали спрашивать, в открытую, извините, а уже там пять суток прошло, а где уголовное дело, а почему никто про это не говорит, а почему нет никаких сообщений, а почему нам не сообщают. Вот юрист фонда борьбы с коррупцией, глава юрслужбы ФБК Вячеслав Гемодин написал публично, что мы обратились в Следственный комитет по двум статьям, в том числе покушения на убийство Навального. Проходит пять суток ни ответа, ни привета, когда только начали спрашивать, вылезать Песков и говорить, что, знаете, нужен повод для расследования. Мы пока констатировали нахождение пациента в коме. То есть какой тебе еще повод, кроме комы, Дмитрий Песков нужен для того, чтобы сказать, что есть основания для расследования. Понятно, что сейчас, сегодня же СМИ... Ну давайте здесь просто поговорим о правилах хорошего тона, неважно, как ты относишься к человеку, но простите, в публичном пространстве надо человека называть на вы, тем более пресс-секретарь, пресс-секретарь президента Российской Федерации, надо все-таки говорить на вы. Что касается возбуждения уголовного дела, ну это уже десятый раз я могу повторять, но какие доказательства? Нет никаких доказательств, а вы все говорите об этом и так далее. Больше того, Песков, на самом деле, о чем я говорил в предыдущем ролике, он о чем сказал, говорит, мы будем содействовать тому, чтобы Алексея Навального перевезли в Германию. Если этого захотят представители, официальные представители Алексея Навального, в том числе вот его ближайшие соратники и жена, конечно. Ну так вот, и через несколько дней Алексея Навального вывезли именно в эту клинику Шарите в Германию и так далее. Ну то есть, здесь двойные стандарты, то есть, мы, значит, как-то соглашаемся на требования Дмитрия Пескова, чтобы он разрешил коридор в Германию, а с другой стороны, какие тебе еще нужны доказательства для того, чтобы возбудить уголовное дело. Ну извините, те вещи, которые являются очевидными для одних людей, на самом деле могут быть неочевидны для других. Когда ты что-то заявляешь, будь добр, докажи. А наша задача уже, ну допустим, как исследователи, надо подвергнуть это определенной критике. Вот и все. Это управление по транспорту в Сибирском федеральном округе. Это не федеральный уровень, это не СКА, это почему-то не следственный комитет, а МВД на каком-то региональном уровне. Управление по транспорту, я неоднократно, да, как юрист и как вообще гражданин, сталкивалась с управлением по транспорту МВД. Это дела в основном о том, что кто-то где-то в сумочку в поезде у кого-то украл. Очевидным образом расследовать покушение на убийство с помощью там нервно-паралитического яда у них нету там, ну то есть у них нет такой ни практики, ни специалистов, никого в управлении по транспорту на МВД. Ну не каждый день там, извините, в транспорте кого-то отравляют. Прошу прощения. Это уровень, конечно, федерального следственного комитета, уровень... Прошу прощения за то, что подвисает видео. Ну, конечно, пилотный такой выпуск, и сильно многого я, конечно, не ожидаю в плане технических возможностей, но я прошу прощения, что вот так все складывается. Я вот что хочу сказать по поводу того, что вот, видите ли, Министерство транспорта или отдел транспорта региональный, по Министерству внутренних дел, еще говорит Любовь Соболь, но ведь это тоже может быть определенная манипуляция, потому что где-то кто-то когда-то, с ее точки зрения, проверял какие-то сумочки там и так далее. Но транспорт, она говорит про поезд, а тут все-таки самолет. И то, что говорит, там нет никаких специалистов, ну откуда мы можем это утверждать, да, что нет никаких специалистов. То есть это ведь тоже достаточно такое голословное заявление, ведь в разных организациях находятся люди, которые обладают определенной квалификацией, профессией и прочее. Да, поэтому, ну как вот говорить, что в какой-то организации нет никаких специалистов. Ну это как-то не особо профессионально даже. Какие-то данные, свидетельствующие о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального, в настоящее время не установлены. А что нужно еще прокуратуре и генеральной прокуратуре, чтобы сказать, что они установили эти данные? То есть нужно провести... То есть вот конкретный пример манипуляции. Мы заявляем что-то публично, мы в это верим, мы считаем, что так оно и было. Вопрос, почему вы не возбуждаете уголовное дело? Ну это просто... То есть любой человек может какую-то нелепицу сказать, и все, нужно возбуждать какое-то уголовное дело. Я где-то когда-то что-то видел, давайте уголовное дело заводим. Ну это просто вообще по меньшей мере не то, что непрофессионально. Это даже как-то совсем никакие ворота не влезает. То есть мы дали вам какую-то публичную информацию, почему вы на нее не отреагировали, почему вы не завели уголовное дело. Глупость. Не знаю, там Путина или там, не знаю, исполнителя, чтобы мы это сделали. Кстати, вот тоже момент, можно это посмотреть в интернете, ввести результаты анализов Алексея Навального, которые были проделаны в России. И вот здесь вот как раз последний абзац вы можете увидеть, да, что в рамках проверки следователи там осмотрели места и не обнаружили следов сильнодействующих или наркотических веществ. Здесь ситуация в том, что вы можете в интернете как раз сфотографировали вот этот вот документ, посмотреть, что действительно там не обнаружены следы сильнодействующих или наркотических веществ. Вот, поэтому здесь уже как раз говорит о том, что со стороны Любови Соболь возникает вот такая манипуляция. Почему манипуляция такая детская, то есть, типа, ну, я же вот это говорю, а почему вы мне не верите, почему вы не заводите уголовное дело? К сожалению, приходится еще раз повторять и повторять все это дело, но просто повторение мать-учения с одной стороны, а с другой, ну, лишний раз не будет, то есть, лишним не будет сказать, что, ну, вот у Любови Собор пока только вот одна манипуляция, которую она использует. Она очень детская такая, но думает, что она как-то возымеет какое-то действие. Ну, вот такой момент. Чтобы... Чудоми-то, Брюсков, наверное... Кир, ты читала, да? Мы знаем, что действительно врачи умские сразу приглашали, но немецкие врачи не сразу посчитали это целесообразным, по всей видимости, сказал Дмитрий Песков, а то, что... Потому что это меня... Еще одна такая манипуляция, это обращение внимания на персоны какие-то. Почему Дмитрий Песков должен заниматься всеми этими делами? Да, он пресс-секретарь президента, но, извините, есть же люди, которые занимаются непосредственно какими-то уголовными делами. А почему здесь Дмитрий Песков как последний? То есть, получается, что Владимир Путин отравил, значит, Навального, а Дмитрий Песков секундант, и он, видите ли, должен за все это, как бы, отчитываться. Я не сторонник Дмитрия Пескова. Диффирамбы власти никакие не пою. Ну, просто, ребят, ну, надо понимать, что есть вещи, в которых нельзя власть, ну, обвинять, потому что нет достаточных оснований. Ну, то есть, если ты обвиняешь, ну, будь любезен, докажи. Вот, будь любезен, докажи. Вот, если вы говорите, что Путин отравил Навального, ну, как вы это докажете? Вот, просто, как это можно доказать? Ну, это же просто недоказуемые вещи. Как вы, что, куда вы пойдете? В Следственный комитет, вы пойдете в Министерство внутренних дел, в Министерство транспорта. Куда вы пойдете, что вы будете доказывать, какие у вас публичные данные? Ну, то есть, это просто манипуляция. То есть, манипуляция в открытую, с одной стороны, но, с другой стороны, нет никаких доказательств. То есть, это просто слова человека, который говорит, ну, вот, ну, я же считаю, что это так. А почему вы не заводите уголовное дело? Почему вы мне не верите? Потому что нет никаких достаточных оснований вам верить. Любому человеку, там, Любовь Соболь или Навальный, или тот же самый Песков. Когда человек что-то заявляет, он должен это доказать. Если же это просто пустобрех, то это для приличных людей достаточно быстро будет видно. Переполняет возмущение. Ну, как бы, немецкие врачи приехали так быстро, как они могли. Опять же, они граждане другого государства. Им нужна была виза, им сделали визу, а они смогли попасть в больницу. Но, как бы, и самолет, и их решимость приехать, все было в высшей степени готовности. Единственное, что, ну, то есть, были некоторые обстоятельства, вот, вроде как, например, этой самой визы, или, например, необходимости пилотам отдыхать. Но, кроме этого, они сразу, как только смогли, приехали в больницу. И, главное, вынесли решение, что Алексея можно перевозить. Поэтому Песков, когда он говорит все эти вещи, он прямой лжет. В принципе, это его работа, он лжет все время. Так что это не новость. Но меня, конечно, ужасно сильно задевает это, потому что я... Вот, опять же, тоже манипуляция, да, когда... Обвиняют человека. То есть, вот, навешивание ярлыков, да, то есть, Песков лжет все время. То есть, ну, а что вы хотели, да? Ну, есть, как бы, я, конечно, не психолог, да, но я могу сказать, что человек не может врать постоянно. Ну, то есть, это чистая формальная логика, ну, то есть, это... Я понимаю, что сейчас вот я встаю на поле такое откровенного, откровенного там отведения ударов от манипулятивных стратегий, но если такой специфический вопрос, ну, то есть, специфическое заявление, то тогда, собственно, и специфическая реакция на это заявление тоже может быть. Я вообще, честно говоря, не понимаю, зачем им сдался Песков, вот просто, ну, давайте кого-нибудь другого уже, а... Отдай так. Не знаю, что со связью происходит. Просто вся страна видела этот позор, да? Я бы не вычленяла тенденцию в убийстве тех, кто критикует президента России. Говорит нам на голубом глазу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с часами за 37 миллионов рублей на руке. Коррупционер, жулик, просто олицетворение всего беспредела, да, вот такого без... Безнаказанного беспредела, которое творится в нашей стране. Он говорит, что я бы не вычленяла тенденцию в убийстве тех, кто критикует президента России. А я бы, Дмитрий Песков, вычленяла эту тенденцию. Я бы каждый день вам напоминала о том, что был убит Борис Немцов, о том, что было совершено покушение на убийство Владимира Крымужзы, который лапировал на международном уровне принятие закона, там, и списка Магнитского, и санкции в отношении руководителя России. Я бы напоминала вам о том, что было совершено покушение на убийство Петра Верзилова, человека, который организовал акцию на чемпионате мира по футболу, который является знаменитым политическим активистом, который также требует демократических перемен в нашей стране. Я бы напоминала вам о том, что на моего мужа нападали в 2016 году. И это расследование, там, да, вот, все эти покушения на убийство, все эти отравления, все это нападение, которое обсуждала вся страна, не закончились буквально ничем. Ни одно из них не закончилось тем, что привлеки заказчика к уголовной... Ну, опять, манипулятивная стратегия ориентироваться на какие-то громкие дела, оппозиционные, обвинять, опять же, да, различных представителей в том, что виновные никакие не наказаны и так далее. Но здесь, опять же, довольно сложные моменты. Я не знаю, нужно ли говорить вообще в целом о Немцове, Верзилове и многих других, потому что там же тоже не доказано ничего. Вот, поэтому, ну да, было отравление. Кто заказчик, кто исполнитель, вообще ничего не понятно. Вот, просто мне вообще кажется, что иногда несистемная оппозиция, она вот настолько пропитана мазохизмом, что ведь они прекрасно понимают, что никакого уголовного дела не будет заведено. И неважно, по делу, без дела, ну, не будет заведено. Ну, следовательно, вообще, то есть что, ну, вот они в сотый раз питают надежду, я вот, ну, не понимаю. Если ничего не меняется, ребят, ну, смените тактику, ну, в конце-то концов, да, не будьте мазохистами, по крайней мере, на публике. То есть, ну, просто, не знаю. Что-то еще можно, что еще тут можно добавить, и тем более, опять же, навешивание ярлыков, что это коррупционер, там, жулик и прочее-прочее. Ну, вот так. То есть, это эмоции, да. Откуда она знает, что у Пескова часы за 37 миллионов, возможно, он ей об этом сказал, или Навальному он об этом сказал. И, опять же, сейчас не говорю, что, как бы, вот... То есть, для меня Песков и Навальный, они равнопорядковые, то есть, это объект для анализа. Никакой симпатии ни к тому, ни к другому у меня нет, это просто объекты для холодного анализа. Вот и все. Поэтому, ну, если Любовь Соболь знает, что у него часы за 37 миллионов, ну, пожалуйста. Только вот возникает вопрос, как она узнала, да? Ну, тут это тоже, как это лучше. Непонятно. Сейчас по Навальному даже уголовное дело они не возбуждают. Они просто говорят, что мы не видим повода к возбуждению уголовного дела. Ничем эти, да, отравления не закончились, потому что есть тенденция. Есть тенденция покушения на убийство политических лидеров. И потому что эта тенденция идет из Кремля. И потому что мы все прекрасно понимаем, что Кремль выступает в этих случаях заказчиком этих политических покушений на убийство. Ну, вот опять же, да, манипуляция, причем даже такая вот по словосочетанию. Да, мы все прекрасно понимаем, что. То есть, вот все мы прекрасно понимаем, что Кремль является заказчиком. Ой. Ну, я скажу только одно. Кремль не может быть заказчиком, потому что это сооружение. Вот, поэтому... Я не говорю о том, что вот Любовь Соболь не имеет права такое говорить. Она имеет право на то, чтобы говорить многое, да, это свобода слова. Но надо все-таки доказать. Но когда человек говорит о том, что вот Кремль является заказчиком, ну, ребята, ну это надо доказать. Это то, что происходит в вашей голове. Это не значит, что это есть в реальности. Вы эти мысли пытаетесь, этими мыслями подменить реальность, реальную политическую ситуацию, которая есть. А она другая совершенно. Вы, конечно, буретесь за повестку дня, это неплохо. Вы ориентируетесь на свою целевую аудиторию. Но надо понимать, что все то, что вы говорите, это надо доказать. А если человек будет опровергать, ну-ка, извините, имейте мужество сознаться в том, что вы неправы. Поэтому, когда человек обвиняет, там, я не знаю, любую организацию в том, что именно она является заказчиком каких-то убийств и преступлений, значит, надо все ходы, чтобы были записаны, нужно с документами на руках все это говорить. А пока это просто голословное заявление Любови Соболь, что тоже, в общем-то, является манипуляцией. Это Евгений Пригожин, это спецслужбы. В первую очередь, это ФСБ. Естественным образом они могли, и очевидно, они могли это сделать либо по прямому указанию, либо с санкцией Кремля и лично Владимира Путина. Я исключаю мысль, что это мог сделать какой-то губернатор на каком-то там местном уровне, какой-то депутат Госдумы мог это организовать, там, отравление нервных паралитических. Ну вот тоже, да, манипулятивный прием. Так, а никак иначе. То есть, я исключаю другую мысль. Ну, вообще-то, надо все мысли, все версии, даже самые глупые, рассматривать это просто на будущее. Всем тем, кто меня слушает, те, кто хотят заниматься аналитикой и прочее, нужно все даже самые дебильные версии рассматривать и отметать. То есть, я исключаю эту мысль. На каком основании мы исключаем эту мысль? То есть, ну, просто это, я не знаю, это тоже несерьезно. По поводу нервно-паралитическими, ну, извините, сколько, несколько дней назад уже омские врачи, московские говорили о том, что, да, ничего не нашлось, никаких нервно-паралитических препаратов не было найдено. Ну, так, ну... Я не думала, что... да, то есть, после посадки фургала... После посадки фургала мы все понимаем, что губернаторы просто боятся проявить какую-то любую свою самостоятельность, да. Они максимальным образом показывают лояльность к Кремлю и, боясь, хоть слово сказать, без согласования с Кремлем. Но не сделают они, там, вот такое покушение на убийство, да, и организацию убийства без санкций Кремля. У них нет, условно, там, какого-то губернатора нервно-паралитического яда, которым он бы умел там применять. Нет таких людей тогда. Ну, тоже манипуляция, да, которая формируется в голове, то есть, если... Ну, то есть, я исключаю мысль, что это мог сделать какой-то там другой. То есть, посмотрите, это сделал Путин, если это не Путин, то непонятно кто. Ну, не губернаторы же. А почему губернаторы? То есть, а что нет представителей, там, какого-нибудь регионального бизнеса, да, региональных чиновников, федеральных чиновников. То есть, это все мы отметаем. Это, опять же, манипуляция, это ориентация на персонализированный подход к политике. То есть, есть какой-то конкретный человек, как олицетворение всего зла, которое происходит. И вот давайте мы, короче говоря, с этими людьми будем, как бы, с ними разговаривать, да. То есть, если, ну, то есть, это Путин, либо губернаторы. А губернаторы не могут, значит, Путин. Ну, это же софистика откровенная. То есть, мы придумываем в голове два каких-то аргумента, причем эти аргументы были взяты из головы, они никак не связаны с реальностью. И мы говорим, так, хорошо, значит, вот первый придуманный аргумент, я в это верю. Во второй придуманный аргумент, я не верю. Значит, Путин мог, а вот губернатор не мог. Интересно. Но он не перестал в спецслужбе. Меня это, конечно, возмущает и бесит. Я думаю, что они меня, не одно меня. Я видел очень много сообщений о том, как реагировали публичные люди на то, что случилось в Омске. Вот-вот начинается, начинается известно. На то, как Юлия Навального не пускали к мужу, что произошло отравление, что есть серьезная угроза жизни, что есть серьезнейшая угроза здоровья Навального. И на это реагировали публичные люди вне политики. Было пост Юрия Дудя. Ну вот сразу, да, начинается манипуляция. Давайте мы будем давить авторитетами какие-то. И в качестве авторитета, значит, у нас Юлий Дудь выступил. Что-то в Инстаграме, то есть в социальной сети Инстаграм он это говорил. Ну вот, просто такая отписка. Ну в смысле, там нет никаких обвинений со стороны Юрия Дудя и так далее. То есть это просто комплементарное такое сообщение, что он желает Алексею Навальному скорейшего выздоровления. Так и вопросов-то никаких нет. Как человеку претензий нет никому. Понятно, что Алексею Навальному скорейшего выздоровления вообще жизни надо сохранять. Тем более Алексей Навальный незаурядная личность. Пусть он будет на политическом небосклоне, конечно. Известного журналиста, блогера, ведущего популярнейшего в Ютубе канала. Где он сказал, что желает следить за ситуацией с Алексеем Навальным. Желает ему выздоровления. Носим Сивы сказался у себя в Инстаграме. И много других людей. Кто эти люди? Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Огромное количество. Спасибо. Просмотров каждую неделю набирает программа. Алексей. И мы видим, что сотни тысяч людей, которые смотрят программу, постоянно почему-то не подписаны на канал. Пожалуйста, подписывайтесь. Так, ну здесь уже какое-то там другое видео пошло, автовоспроизведение и прочее. Значит, что я хочу прежде всего сказать. Во-первых, конечно, как я уже и говорил, надо ориентироваться на свое собственное критическое мышление. Нужно проверять разные гипотезы. Нужно проверять разные утверждения так или иначе. Пусть этот ролик немножко, с моей точки зрения, получился сумбурным, но уж такое, такое видео. Я, честно говоря, ожидал, что это видео будет гораздо такое, прям, серьезное. Что там будет какая-то аналитика, какие-то доказательства. На самом деле ничего здесь не было видно. То есть есть какая-то чистая примитивная манипуляция, заявление о чем-то и требования к другой стороне, которые предъявляются, чтобы она что-то доказала. Ну то есть это прям совсем очень низкий уровень манипуляции. Ясно, что Любовь Соболь, она ориентируется на эмоции, на такие очень простые манипулятивные тактики. Конечно, со временем, может быть, других политиков, которые я буду разбирать и вместе с вами, будут какие-то другие манипулятивные тактики, способы, просто способы подачи информации. Ну вот, исходя из этого ролика, то, что Любовь Соболь сейчас сказала, ну вот, это довольно такой, довольно даже, я бы сказал, примитивный подход к делу. То есть одни эмоции и нет больше ничего. По поводу публичных данных здесь тоже отдельная тема, потому что они не предоставлены. Это просто публичное высказывание, но не публичные данные, это разные вещи. Вот, поэтому думайте своей головой, проводите отсев разного рода утверждений, аргументации и так далее. Я благодарю всех за внимание, за тех, кто этот ролик посмотрит. Уважаемые подписчики, благодарю вас прежде всего еще тоже. Если у вас будут какие-то варианты, кого можно разобрать, кого можно проанализировать, я с удовольствием это сделаю. Давайте канал вместе развивать. И в комментариях мне пишите. И еще раз я вас всех благодарю, поздравляю с первым сентября, с днем знаний всех, потому что знания политики, знания людей нам очень сильно пригодятся в жизни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И вот самое главное, что мне очень было приятно узнать, услышать от вас, какие можно темы выбрать, то есть те, которые могут быть вам интересны. Понятно, что параллельно я буду делать какие-то видео. Если есть нужда в стримах, так вообще всегда пожалуйста. Поэтому спасибо вам еще раз. У меня на этом все. До свидания. Продолжение следует...